Информационный вечер на канале Регион открывает наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Вначале в Оренбурге задержали еще одного адвоката. Как сообщается на портале Адвокатской палаты Оренбургской области, им оказался Вадим Воропаев. По версии следствия, он подозревается в хищении денег у клиента. Адвокат, представляя интересы обвиняемого по уголовному делу, ввел знакомого обвиняемого о заблуждении, о наличии у него коррупционных связей в органах следствия, прокуратуры и суда. И за денежное вознаграждение в сумме 3 миллиона рублей предлагал решить вопрос о прекращении уголовного дела в отношении одного из обвиняемых. Адвокат поймали с поличным при получении взятки. Пока он находится под домашним арестом. Ну и добавлю, это уже третий адвокат, которого за последние пару месяцев обвиняют в покушении на мошенничество. В марте был задержан Денис Хузя Ахметов, а в апреле Екстрина Блынская. По факту гибели трехлетнего ребенка прокуратура начала проверку. Напомню, в субботу в селе Соколовка Домбаровского района пропал мальчик. Его искали почти сутки. К операции привлекли около 500 человек – спасателей, полицейских и следователей. Тело ребенка нашли в пяти километрах от села. И в ночь на воскресенье температура воздуха составила плюс один градус, а потому официальная причина смерти – переохлаждение. Теперь прокуратуре Домбаровского района предстоит оценить действия родителей и родственников погибшего, а также проверить работу местной соцслужбы. Битва за квадраты. Инвалиду первой группы Надежде Богословской уже много месяцев приходится обивать пороги городской администрации. Ее требование одно – квартира, положенная по закону. Обещанное мэрией жилье на улице Заводской женщина ожидает около года, но дом по-прежнему недостроен. Почему сроки сдачи оттягиваются и оттягиваются? О доме, который таит немало проблем, Екатерина Волкова. Мне вот приходится ютиться в этой комнате. Здесь я и сплю, я здесь и кушаю. В апартаменты маневренного фонда Надежду Богословскую городские чиновники заселили на три месяца. Оказалось, что обитать в тесных условиях инвалиду первой группы придется больше года. Дом, в котором по закону ей должны выделить квартиру, никак не достроят. Причина одна. Там работы не ведутся, а как мы получим квартиры, если работают и не ведутся. Вместе с Богословской за квадратные метры очень ждут и сироты. Несмотря на то, что есть решение суда, получить жилье и им не удается. В мэрии только обещают. Прокуратура занялась другим домом для сирот. Они все туда силы бросили. Все, про заводскую забыли совсем. Именно вот эта трехэтажка, что на Бердах и должна стать их местом жительством. Но почему-то сроки сдачи постоянно затягиваются. Будущие новоселы в один голос вторят. Работа стоит. Мол, не хватает материалов. Вообще не устраивает, ничего не изменяется. За месяц вообще в квартире ничего не изменилось. По квадратам измерили все меньше и меньше квадратов. Ради справедливости, надо сказать, при нашей съемочной группе строители активно трудились. С гордостью показывали результаты. Вот уже наклеены обои, черед за потолком. Но чем дальше квартиры, тем больше сюрпризов для будущих жильцов. Смотрите, здесь мох. И как они сдавать собираются? Если в одних квартирах разрастается мох, то в других уже красуется плесень. А в этих комнатах и вовсе мокро и сыро. Тяпля с сиротами, инвалидом можно вот так вот сдать. Строители только разводят руками. Уверяют, что исправят. Вопрос – когда. Я не скажу, когда будет данный дом. Я не знаю. Почему? Потому что это не от меня зависит. В общем-то, эти нарушения, как позже стало известно, явились основными причинами задержки выдачи сиротам и инвалидам квартир. О недостатках в мэрии знают. Более того, обязали строительную компанию в ближайшее время их устранить. Сроки затянулись из тем, что были обнаружены дефекты, которые необходимо застройщику устранить. Им предоставлен срок до конца месяца устранить все эти недостатки для того, чтобы в первых числах июня мы могли предоставить жилые помещения гражданам. Екатерина Волко, Владимир Семенов. Наше время. Программа «Жилье сиротам» в Оренбурге идет довольно сложно. Очереди на получение квартир копились не один год. И выдать всем жилье одномоментно просто невозможно. На решение вопроса нужно порядка трех миллиардов рублей. Таких денег в бюджете просто нет. Об этом сегодня заявила министр социального развития области Татьяна Самохина. Но, по ее словам, средства на предоставление жилья сиротам с каждым годом выделяют все больше. В ближайшее время проблему обещают решить. За исполнением программы в министерстве пристально следят. Наши сотрудники выезжают, причем не только в город Оренбург, а по всей области, где ведется строительство, сдача жилья. Они выезжают на эти объекты. Более того, когда уже дети получают ключи, мониторинг продолжается. Почему? Потому что сегодня ключи получили, а завтра, может быть, там плесень где-то полезла или еще какие-то проблемы. То есть все это аксируется, фиксируется. То есть такие проверки министерством ведутся. В Оренбурге пришли заморозки. В начале этой недели в регионе сохранится низкая температура. Ветер восточный от умеренного до порывистого. И не исключены дожди. Температура воздуха в ночные часы составит 3,8 градусов по северу и востоку области до минус 1. Здесь же в этих районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 5. В дневные часы воздух прогреется от 12 до 17 градусов. К концу недели потеплеет, заморозки прекратятся, ветер южный умеренный. Правда, выходные настроения горожан могут омрачить дожди. Температура воздуха в ночные часы составит 7-12 градусов, а в дневные воздух прогреется от 19 до 24 градусов тепла. Юрий Берг отчитался о доходах. Так, в 2015 году он заработал 2,5 миллиона рублей. Машины, судя по декларации, размещенной на портале правительства области, ни губернатор, ни его супруга не имеют. Доход Любови Берг составил чуть больше 187 тысяч рублей. В собственности Юрия Берга находится земельный участок, жилой дом, а также две квартиры. Ну и добавлю, годом ранее глава региона заработал 3 миллиона 200 тысяч рублей. На Советское сегодня стартовала необычная акция «Стихи на асфальте». Перформанс приурочили к открытию фестиваля «Красная гора». Известные российские поэты, а также гости из Казахстана по традиции съехались к нам в город, в мир современной литературы. Сегодня погрузился Иван Бер. И проснешься в холодном поту на кушетке под книжную полкой и поймешь, что твои сновидения осязаемы и остры. В четвертый раз самые именитые поэты со всей страны встречаются в Оренбурге, чтобы провести целый комплекс мероприятий литературных дискуссий. И безусловно, одной из главных тем фестиваля является объединение и сохранение этнической поэзии. Российская империя не уничтожила ни одной национальной культуры, не задавила ни один национальный язык. Она их сохранила, она их поддерживала, она их, если угодно, пестовала. И никому ничего не было запрещено. Марина Савиных, Хмиесат Муслимова, Владимир Шемшученко, Бахайт Каирбеков – вот неполный перечень зазлуженных поэтов современности. И все они в течение трех дней будут проводить мастер-классы для начинающих авторов. Я считаю, что судить о качестве сегодняшней поэзии очень сложно. Во-первых, она очень многогранна и интересна. И сразу огульно говорить, вот она хорошая или плохая, я не могу. Могу конкретно говорить о каждом существовании, о каждом поэте, и особенно молодых, это же такой большой перепад. Есть удачные строки, есть очень неудачные строки. К слову сказать, молодежи на фестивале было немало. Любители поэзии из разных оренбургских вузов демонстрировали произведения классиков и даже свои собственные прямо на плитке Советской улицы. Что пишете? Это фраза из стихотворения Анна Ахматовой «Красная гора». Почему выбрали именно это? Нравится. Нашему такому подрастающему поколению, конечно, надо знать и нынешних, ну, новых поэтов сейчас, которые пишут поэты, и старых поэтов не забывайте. Да, обязательно, конечно. И людям как-то, ну, это память все-таки. Добавлю, что начинающие авторы смогут принять участие в литературных тренингах и узнать, как попасть на страницы ведущих литературных изданий. Ну, а лучшие дебютанты в последних номерах «Альманаха» «Гостиный двор» получат премию «Чаша бытия». Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по-прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Иван Бер, Вадим Доминов. Наше время. И на этом пока все новости. Сразу после эфира смотрите наш выпуск на сайте телеканал регион.ру и 56nv.ru. Вернемся в эфир уже в 8 вечера. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова